Я приветствую наших зрителей. Сегодня понедельник и в эфире очередной выпуск программы Дожьем до понедельника. Мы дожили до понедельника. С вами Григорий Гельфер, Евгений Гендин и Елена Кальянова в студии. Добрый вечер, коллеги. Как обычно, мы работаем в прямом эфире. Телефон у нас работает прямой 370-3101. Звоните и будем готовы вас послушать. И пишите, конечно. Да, но до фейсбука я скажу более главным. Как обычно, раз в году нашей, банальное слово, очаровательной, но такой вот, совершенной нашей партнерши, нашего друга, нашей телевизионной ведущей профессиональной, был день рождения, с которым мы тебя поздравляем. Нам очень приятно с вами работать, Елена. Спасибо большое. Анатолий у нас, да? Да, Елена. Очень неприятно друг с другом. Если бы это было чаще, чем раз в неделю, не знаю, как бы она пошла. Ну, я бы тоже с удовольствием. Но вот этого понедельника я жду всегда с огромным удовольствием. Сейчас расплачу. С днем рождения, Елена. Спасибо большое. Неожиданно вот к моему сегодняшнему возрасту я полюбила свой день рождения. Раньше не любила. Так что спасибо. Мне приятно. Мы посвятим этому передаче. У нас есть фейсбук. С годами любовь переходит. И куда вопросы, сколько лет Кальянова, что происходит в стране, продал ли Порошенко Липецкую фабрику, прозраду и перемогу. Что про все это вы можете писать Цукербергу в фейсбук, а он нам моментально передает. У нас с ними договоренность. Почему Гендин заговорил про Цукерберга? Потому что, я так понимаю, что все сети, которым еще разрешено гудеть, они гудят о том, что они как бы подвержены санкциям. Да. Ну, а именно, значит, сети, которыми пользовались многие и продолжают пользоваться. Это и ВКонтакте, и Одноклассники, и Яндекс, и Мэйл.ру, и даже бедная, но богатая программа С1 бухгалтерская, которой, я знаю, пользуются все бухгалтеры. Они, в общем, попали под санкции, и Петр Алексеевич, который пока там что-то продал или не продал, мы не знаем, но он сказал, что мой народ может обойтись без этого, как и без вражеской. Мой народ? Да, 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 вот это мой народ, это мой народ может обойтись и без георгиевской ленточки, в общем, много без чего может обойтись его народ. Мы без конфеты можем обойтись вполне. Ну, короче говоря, попали под раздачу все вот эти вот, значит, ресурсы интернетовские, и, конечно, общество разделилось, потому что, на самом деле, ну, очень много людей пользовалось, там, ну, скажем, молодежная аудитория, они пользовались ВКонтакте. И пользуются, говорим, не пользуются. И пользуются, да, уже можно, не накажут, да. На самом деле, несколько нехитрых, так сказать, там, в общем-то, для посвященного человека операций, и можно продолжать пользоваться, и почтой, и одноклассниками, и торрентами, в общем, всем-всем можно пользоваться. Вопрос, нужно ли? А нужно ли? Это уже каждый решает сам за себя. Ну, по сути дела, в общем, ситуация на ровном месте возникла, ну, не на ровном, потому что, безусловно, есть страна-агрессор, и, безусловно, многое то, что упрекают вот эти вот, как бы, ФСБшные, так сказать, ресурсы, многое правда, а многое и неправда. Мне кажется, что надо всегда искать, кто материально в этой всей истории заинтересован. То есть, думаешь, деньги, да? Я уверен, что деньги, Маркс был прав, именно деньги, вот деньги, раз можно запретить, значит, можно разрешить, но уже за деньги. Ну, я вот, я скажу, мое мнение, я абсолютно человек незаинтересованный, не пользовалась ни одним из этих, ну, кроме, наверное, Яндекса, там, пользовались все им, как поисковиком, частично. Есть гугл, гугл, гугл. Ну, да, гугл есть, в общем-то, это несложно совершенно заменяется, какие, впрочем-то, и сети, но для некоторых людей, безусловно, это, для некоторых категорий, это большая проблема. У меня такие три пункта, вот, которые я бы для себя выделила. Это, безусловно, своего рода диктатура, здравствуй, Северная Корея, вот, это двери в поле, потому что это очень легко обойти, это совершенно не запрет. Так какая-то, да-да, Северная Корея, если это легко обойти? Ну, на бумаге. Из-за этого не наказывают, они расстреливают и не будут расстреливать. Это выглядит так, да, это шаг такой, диктаторский. Ну, и, в-третьих, любой запрет, это нежелание работать. То есть, вот, бороться, если уж шла речь о национальной безопасности, нужно было начинать гораздо раньше и совсем другими методами и способами, да, до интернета. Музыкальные группы, молодые, очень страдают сейчас, потому что очень многие продвигались ВКонтакте. Это была такая очень удобная, была и есть, наверное, площадка для продвижения. Там, говорят, таксисты, очень многие Яндекс.Такси попали на деньги. Ну, нельзя же делать, но все время будет кто-то и большие группы. Я, опять-таки, вот перед вами там сидит человек, у которого нет сформировавшегося окончательного действительно мнения, потому что там эксперты, как бы все вокруг, безусловно, шкурно, и я испытываю определенные очень серьезные трудности, ну, именно рабочие, потому что ВКонтакте там было огромное, но, опять-таки, Северная Корея за это бы расстреливали, и совершенно спокойно я себе поставил ТОР, и когда надо, захожу туда, и информацию это пока... Хорошо, Беларусь, хорошо. Хорошо, ладно, Беларусь. Ну, то есть, как бы, потому что, например, у меня... Да, когда вообще делается поздно то, что надо было давно, то оно, кажется, рано. Вот. В принципе, резон, безусловно... Мы же, опять идут эти все наслоения. Резон, безусловно, в этом есть. То, что ВКонтакте, Одноклассники, платформа Яндекс и прочее, то, что это контролируемые данные, личные данные, ФСБшные, тут вне всякого сомнения, в отличие от того же Телеграма, допустим. Да, но понятно, что, наверное, из других тоже данные... Тут такое действительно есть наслонение. Мне жалко кинопоиск. Самый лучший, на мой взгляд... Да, кстати, я все кинопоиски забыл. Но тоже через программу ТОР, через ВПН можно заходить. Ответственность. Давайте вот более конкретики, потому что много страшилок, кто ответственный. Ответственность провайдеров. Ответственность провайдеров, хотя тоже процедуры четкой нету. Уже все мобильные операторы сразу же, и в первую очередь, конечно, далеко не русские. Киевстар, Водофон, уже явно. Они первыми поспешили взять под козырек. Наверное, русскость как бы давит опасность. Лайф, в котором нет вроде российского капитала тоже, и Укрсиликом, и Триолан, и Воля, и Ланет, и так далее. Все уже прикрыли доступ. И интернет-ассоциация Украины, представители, говорят, что на 100% невозможно заблокировать. Вот на это нужно вообще два года и один миллиард долларов. Не перепутайте. Года два, миллиард долларов. То есть дайте нам миллиард долларов, и мы все сделаем. А пока же они блокируют не сайты, а вот всю платформу. Вот поэтому любимый мой кинопоиск, который на платформе Яндекс, в группу эта уходит пострадал. Ну, то, что умеют это делать. А вот какой каре, говорят, провайдерам только. Вот эти страшилки, что пользователей этого не будет. Там смс-ки, говорят, приходят. В соответствии со статьей 145 штрафт, должностных лиц от 100 до 200 минимумов. То есть от 170 тысяч до 340 тысяч провайдерам. А за повторное до 300 минимумов. То есть до полумиллиона гривен. Нет, 500 тысяч, 510 тысяч гривен. Вот уже где есть что-то интересное. МВД, кибердепартамент кибердозапасности будут как бы следить. Но при этом у полномочия по правам человека Верховной Рады, Михаил Чеплэга, говорит, что блокировка вообще в Украине в соответствии с законодательством только через суды может быть. Через решение суда. В Северной Корее может все будет. А в Северном... А способов его входа много. Там есть свои плюсы и минусы, анонимайзеры, которые... Там данные скрывают. Они, безусловно, не могут тырить пароли. Всякие... Я поставил себе ТОР, вот, потому что мне надо по работе. Да, я нарушаю этот запрет, сажайте меня. Значит, и еще есть спекуляция. Хочу один момент обратить. Вот реакция Запада. Мы же тоже начали, как всегда, любую ситуацию. Начинают... Что якобы Госдеп резко осудил. Никаких официальных осуждений этого не было. Мирослава Гангадзе также немножечко подманипулировала. Позиция ЕС в целом сейчас вот такая. Официально озвучена ее представителем. Что мы признаем, что национальная безопасность – это прерогатива украинского правительства. Но они говорят, а, этих аргументов недостаточно, б, дайте нам гарантии, что эти ограничительные меры, принятые, мы понимаем по соображениям, у нас безопасность, не имеют негативного... Негативного влияния на фундаментальное, на свободу слова и так далее. И спрашивают они еще, насколько это долго. Но там указано один или три года. Два года и один миллиард. Я от тебя последнее добавлю. Понятно, что на этом, конечно, уже опоблок и прочее шикарно. Но то, что принимаются меры, которые не популярны, с другой стороны, я вижу вторую сторону достаточно позитивную. Потому что, понятно, это удар электоральный определенный. И теперь, например, я даже пошутил насчет этого, ну как пошутить, это я считаю, что пошутил, может, и не смешно пошутил. Смешно-смешно. Да, что теперь для того, чтобы выиграть выборы, достаточно пообещать вернуть ВКонтакте одноклассниковых хотя бы в пределах избирательного округа. Или, допустим, Кировского района. Его по блогу уже... Ну и последнее, куда пойдут эти люди? Я как человек, ветеран Фейсбука, очень встревожен. Я год назад написал такую нетолерантную совершенно штуку, что Фейсбук переполнен мигрантами из Одноклассниковых ВКонтакте. И теперь нас ждут... Вот слишком... Нет, Фейсбук слишком сложный для тех, кто был в Одноклассниковых ВКонтакте. Новые люди, ну а куда им деваться? Новые встречи, новые мультикультурные тренды, так что хавайся. Посмотрим. Ну, я думаю, что через год-два уже о Контакте забудут. Может, какой-то фильтр ввели бы, кстати... Переживут, забудут уже и надеюсь, что что-то будет появляться. Кстати, серьезно, я сегодня заходила на сайт петиции, на сайте петиции президента, там несколько петиций о запрете Фейсбука и Ютуба в Украине. И там немного подписей, но и вообще надо... Почему не программы доживем до понедельника? Ну, пока... Я просто вот что хочу сказать, что на самом деле вот наряду с этим запретом, ну вот этих вот, ну как бы, инновационных все-таки форм общения, сейчас, в общем, произошла, ну и происходит акция, связанная с запретом, ну, древней, как бы, сети, значит, у которой есть здесь провайдеры, это церковь, православная церковь московского патриархата. Ну, я же не запрещать собираюсь. Не, ну что значит не запрещать, там... Ой, хотя надо было бы. Не, ну я не, как бы, не готов, это слишком тонкие вещи, ну, то законы, которые планировались, они просто не набрали голосов. Там, на самом деле, предполагались, например, такие вещи, что поскольку это религия, руководящие центры, которые находятся в государстве Грицаря, то, например, согласовывать кандидатуру руководителя, значит, там, религиозной организации, ну, то есть, вот, священника русского православной церкви, московского патриархата, согласовывать с властями Украины, это нормально, да, там, в общем, с точки зрения религии, это, ну, скажем, очень спорно. И патриарх Кирилл обратился и в ООН, и куда-то, и к Папе Римскому, и, в общем-то, с точки зрения, если говорить о свободе совести, то это, в общем-то, ну, достаточно такие кривые форматы, и я думаю, что тут очень о чем много было. Украинская православная церковь московского патриархата, Украина, 2017 год. Женя, подожди, ну, а что, а если есть, там, грубо говоря, католическая церковь, где Папа Римский сидит в Риме, то есть, это же, то есть, мы просто, мы очень невежественные в этом смысле люди, чтобы спорить, да, идет война, это да. Я считаю, московский патриархат, как институцию, понятно, я к церкви и к религии вообще как-то. Я считаю, это действительно угрозой, это серьезно. Вот это угроза национальной безопасности. Я просто хочу сказать, что, на самом деле, это все детский сад по сравнению, что делается в исламе. Там есть Иран, да, страна, и Саудовская Аравия. Это обе исламские страны. Ну, в одной шииты в Иране, да, а в Саудовской Аравии суниты. Саудовская Аравия суниты, и американцы им там на 100 миллиардов долларов только в ближайшее время дают оружие. Вот это заруба религиозная. То есть, там они 100 миллионов долларов, Иванкин фонд. Ну, это же неравноценно. То есть, вот это заруба. Ну, хорошо, значит, надо как-то эстетичнее подойти к этому. Нет, ну, это очень тонкие вещи. Эти очень тонкие вещи годами будут нас держать, действительно, годами будут... Это всегда так было. Агенты влияния... Что значит всегда? Куда приоритеты? Почему там? Украина не всегда прямую воевала с Россией. И не всегда вот такая ситуация, когда существование нашей страны поставлено... Я не говорю, что дело только... Религия всегда была инструментом геополитов. Мы говорим сейчас не о религии, но мы сейчас говорим о государственном институте с центром в другой стране. Стране, которая является агрессором. А сколько у нас в церкви, где центры находятся в Америке, например? Причем-то Америка не является нашим страной, а сразу агрессором. Так они не должны лидировать. Гарит, не надо, вот это уже манипуляция. Соединенные Штаты Америки не нападали на Украину. И не ставят целью развалить нашу страну или ослабить. Ну, я просто считаю... Я сейчас говорю не о религии, а об институции, которая является прямым, просто, действительно, агентом влияния вражеской страны. Я бы рассмотрела это просто доля влияния. Извините за такую черно-белость. Я слишком большая аналидирующая. Ну, знаете, да, действительно, давайте отложим, и давайте они дальше будут разлагодарить. Давайте Гендину доручим этим заниматься. Нет, Генди не профессионал. Без него вокруг экспертов там как бы хватает. Генди высказывает свое мнение. Когда уже так машет? Генди высказывает свое мнение. Вот и все. На этой неделе Верховная Рада уже должна рассмотреть, обещают рассмотреть законопроект, который обяжет общенациональный телеканал и транслировать не менее 75% продукта на украинском языке. Так что, может так случиться, если проголосуют, нам с вами придется разговаривать совершенно на другом языке, нежели мы говорим сейчас. Ты будешь говорить 75% времени на украинском языке. 75% времени, да, кстати, это выход. Мы будем вставлять сразу, ну, где-то Лена права, ну, здесь ты погорячилась. Я согласен на докору, все равно меня перебивают. Давай, пока ты не начал говорить что-то еще, давай возьмем телефонный звонок. У нас ждет вопрос. Опять этот товарищ? Добрый вечер, нет вопроса, я знаю о чем. Слушаем вас, добрый вечер. Есть у нас телефонный звонок? Говорили, есть. Меня зовут Галина Семеновна. Здравствуйте. Я бы хотела задать... Ой, у нас проблема. Значит, по плану филармонии 24-го числа вы должны быть с программой «Веселый бесед». Да. Скажите, пожалуйста, это то, что мы видели, или это что-то новое? Мы же не знаем, когда вы были. Мы же не знаем, что вы видели, но там будет то, что не видел никто, это я вам точно могу сказать. И то, что вы видели. Я же не знаю, когда вы были. Если вы были в 1990 году, то будет все то, что вы не видели. Мы следим за вами. Там будут очень новые премьерные номера, если вы следите за нами, приходите. Если вам повезет, потому что на самом деле билетов, ну, в общем-то, уже практически нет. Видите, какие они хитрые? Они вот так прямо не отвечают? Нет, мы отвечаем, мы отвечаем, что будет где-то три или четыре. Они хитрые, да. Мы работаем в второе отделение, мы не хитрые, мы творческие люди. Мы хитрые и творческие люди. В общем, приходите. Первое отделение – это Днепробенд, второе отделение, значит, это мы и вместе с Днепробендом, и сами по себе. Будет премьера нескольких номеров, будет несколько хитов, будет номера, которые редко показывались, но которые есть. А ты не хотел телефонный звонок слушать. Вот видишь? Да, спасибо за звонок, приходите. У Чупурника будет сольный номер, бой. Я в продолжение хочу сказать, опять-таки, информации очень мощная, вот к тому, что смотрят, где и почему. Очень мощное исследование провели вот Институт массовой информации с Джиевкой, крупнейшей социальной службой. Вот они в восемь областей исследовали. Наша там, Запорожская, Харьковская, Одесская, Николаевская, Херсонская, Донецкая, Луганская. Вот сегодня некоторые цифры, постараюсь, очень сжато о нашей области, а в следующий раз вот интересно в целом по Украине, что смотрят в нашей области, где, прежде всего, новости. Безусловно, новости, прежде всего, это национальные телеканалы. 77%, к сожалению, высокая цифра. К сожалению, потому что достаточно манипулятивные они, и вот, как, собственно, и везде. Но при этом, значит, цифра уменьшилась по сравнению с прошлым годом. В прошлом году 83%, сейчас 77%. Лидеры, я думал, Интер, Интер входят лидеры, но плюсы, СТБ и на третьем месте Интер. Это по нашей области, вот где смотрят. Интернет, второй источник, 33% для новостей, было 36%, тоже чуть-чуть упало вот в нашей области. Кстати, лидеры для меня неожиданно, что вот сегодня Юэй платформы, а дальше идут платформы телевизионных каналов, вот новостные. Там смотрят новости, вот. И на третье место вышли соцсети. На третьем месте в прошлом году еще были местные телеканалы, а в этом году впервые соцсети 10% против 6% вот опередили местное ТВ. Плохо работаем мы. А сейчас еще на Фейсбуке больше станет. Но при этом, у нас, кстати, в Днепропетровской области самый высокий процент пользователей в Украине, у нас 54% населения имеет аккаунты в соцсетях. Это самый высокий процент в Украине, было 47% в прошлом году. И как основной источник, значит, 3%. Но при этом, смотрите, да, вот эта вот цифра ВКонтакте далеко на первом месте, было 38% в прошлом году, сейчас 43%. На втором месте одноклассники, было 35%, стало 38%. На третьем – Фейсбук. Фейсбук, кстати, работал и до этого, с 14% до 23%. Но сейчас вообще, что начнется туда отток, что меня не радует, как коренного белого жителя Фейсбука. И местное телевидение 6% по каналам, кто лидер, говорить не буду из этических соображений. Радио 5%, теряют печатные издания, 3% только являются источником. Местные сайты 3%, основным источником являются, российские СМИ 1%, главным источником. Но смотрят российские СМИ порядка 15%, вот указали. И, друзья, соседи 1%. В заключение, я могу сказать, что с информацией, ну, по мне, так беда. Каша, манипуляции, и очень трудно действительно выделить. Я считаю, что информация, как таковая, вообще отсутствует. Она только за вот этим вот полукруглым столом, может быть, и есть. ДЖП там есть. И то некоторых перебивали. Ну, вот такая вот ситуация происходит. Ну, тем не менее, происходит. И я хочу сказать, вот информацию, я уверен, что в каких-то из этих средств, о которых Женя говорила, она наверняка проходила. Но ее будет не лишний раз еще, как бы, напомнить. Генеральная прокуратура Украины, значит, возбудила подозрения в отношении Лаврентия Павловича Берии и Иосифа Виссарионовича Сталина. Ну, наконец-то. Да, по поводу подозрений в преступлении депортации крымского народа. Ну, шуток много по этому поводу было, особенно в связи с тем, как наши правоохранители работают и как у них там взятые под стражу и под заключение вдруг исчезают. Эти никуда не исчезнут, но ситуация на самом деле достаточно реальная и, в общем-то, правильная, потому что это, ну, доведенная до правильного юридического завершения процедура, она позволит европейским судам, в общем-то, уже рассматривать вопросы собственности, опираясь на принятые судебные решения, а это очень многое может решать. То есть, если собственность была отнята в результате преступления, то есть совершенные законные основания ее вернуть законным владельцам. Как это было в Прибалтике, как, возможно, это произойдет во Львове, например. То есть, в общем-то, многие есть места, где собственность ждет своих настоящих хозяев. И дай Бог дождется. Я хочу к этому моменту, извиняюсь, добавить, Гаррика, что вот для меня вот реакция вообще, эта информация два момента достаточно неприятных обнажила, ну, хотя для ничего удивительного. Первый момент – это действительно правовая неграмотность вот этой вот массы сетевой и прочее. Ах, Берия, ну, сразу шутки, мемы, даже сейчас же вся, постмодерн вся информация, потому что, ну, просто они понимают, что это часть действительно процесса. Но второе, я вижу большое упущение власти – это отсутствие информационной политики и объяснения, почему и для чего это делается. И на фоне промахов и прочего по другим актуальным делам не объяснили, а просто выделили. Вот поэтому мы это компенсируем. Да, все нуждается действительно в объяснении. С людьми надо говорить, людям надо объяснять. Не надо, можно запретить, можно запретить пару еще чего-нибудь. Можно, нужно запрещать какие-то вещи, но объясняем. Можно все запретить. Можно это делать одновременно. Что нас не запрещают у нас, вот в Украине, в Днепре, в частности, это повышение цен. Я не знаю, практически каждую неделю, каждую, может быть, не каждую неделю, а каждую две недели. В общем, с недавнего времени в нашем городе подорожали услуги за пользование лифтом. А при Сталине такого бы не было. А при Сталине не было бы. В три раза. Лифты социальные работали. Чуть даже больше. Как вот вы знаете, у нас совершенно странно насчитывают плату за лифт, вы знаете, да? Ее насчитывают соответственно… У меня две пятиэтажные хрущевки живут. Тогда вот, чтобы ты знал, ее насчитывают не соответственно количеству людей, которые живут или прописаны в данной квартире, а соответственно метражу. То есть у нас вот квадратные метры ездят на лифте. В три раза существенное подорожание для наших людей. Очень многие в шоке, потому что сумма очень увеличилась. Вот начальник горуправления ЖКХ Владислав Грицай, я слышала его интервью, он объясняет это чем? Чем бы вы думали? Повышением минимальной заработной платы, ха-ха, и подорожанием электроэнергии. Ну, 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 не знаю, нет даже… А это же имеет место вообще? Это имеет место быть. Ну, повысилась минималка, да, давайте будем повышать все цены. Ну, а электроэнергия, она повысилась? Я вижу для себя один… Вот я, что я могла сформулировать, какой выход из этой ситуации, это вот если есть ЖКХ, если есть какие-то организации, которые управляют домами, отказывайтесь от услуг лифтовых компаний, обращайтесь в случае поломки лифта к частным ремонтникам. Вот, вот, это такой выход я нашла для себя. А ты на лифт, девочка, не ходи, ты на мост ходи, по мосту бесплатно можно ходить. Я же ему на третьем этаже хожу, на пятом этаже хожу. А что если ты выражаешь чаяния соседей? Нет, у нас есть лифт и… У нее просто общественная боли, это нормально, да. Но ты не надеешься на лифтчиков? Нет, мне просто вот удивительно, вот, это Кабмин насчитывал такой тариф, способ начисления, пять лет назад. По мосту сейчас ходить не хочу, можно ходить бесплатно, там только маршрутки и иногда рабочие. Значит, на мосту, на самом деле, как бы мы давно не говорили, сериал «Мост», я периодически, значит, информирую, наш не скандинавский, а наш отечественный, очень много спекуляций, очень много манипуляций, очень много реляций городских по мосту. Мы зырим, как оно все проходит. Понятно, что вокруг куча специалистов, которые знают, как и за сколько денег, и за сколько времени. Фотографируй, присылай, давай выкладывай, вот какие номера, есть ли разрешения. Вот давай вот не быть голословным, вот снимай, а вы же отсюда можете снимать. Вот прям таки, вот будем, будем бичевать, и, значит, конечно, да, есть недостаток, может быть информации о мостах, хотя люди требуют, чтобы каждую секунду им докладывали. Какая сейчас на данный момент информация? Информация очень веселая, что подрядчики идут с опережением на 16, хочется на 16 дней. Что делать, если они раньше его откроют? Но не торопитесь, ребята, если что, то тщательно. Сейчас начинаются серьезные медицинские работы на мосту, то есть лечение балок, нанеси на них защитного слоя, восстановляй бетонное покрытие, зачистка арматуры от ржавчины. Конечно, все это будет неправильно, безусловно. Конечно, разворуют все, украдут ключи. Ты же критик, а он соловей. Включай, 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 включай ржавчину, конечно. Я думала, ты скажешь важную новость, о том, что гост снесут. Я где-то ворчу про другое, да. Что еще? Значит, Лысенко официально заявил, что максимальный срок окончания по-брежнему дедлайн 1 декабря. На следующей неделе они будут замедляться. Но, походу, они же обнаружили действительно дополнительные объемы, которые невозможно было предусмотреть. Надо освоить. Хваленные объемы проблем. Они обнаружили после того, как демонтировали часть конструкции. Да, вот советское строительство было самое лучшее в мире строительство, но из сюрпризов от советских строителей, когда они демонтировали, они увидели, что некоторые плиты неровно уложены. Перепады, Лена, перепады между этими плитами... Это пристали не строили? До 10... Нет, это приближнее было. А, все, слава богу. Перепады до 10, а иногда до 12, не метров сантиметров. Я думала, что там так трясло на мозге? А иногда, Лена, 12 сантиметров очень важную роль играет в жизни. Конечно. И человека, и города. Но в ближайшее время мост перекрывать точно не буду. То, что меня тревожит, заявлено... В июне не будут перекрывать. В июле или в августе. В июле джаз-фестиваль. Меня это очень волнует, чтобы не перекрывали. А то ломанутся люди с того берега на джаз-фестивале. Но официально заявили, что мост больше, чем на неделю, перекрывать не будут. И еще последнее. Расширят с обеих сторон для вело... И вяло дорожек для пешеходов. Вяло дорожка. Надо запускать. Надо лысенько предложить. Дорожка будет разграничена разными цветами. Я надеюсь, что радужный цвет обязательно там будешь присутствовать. И будет весело. И безусловно. Так, ребята, у нас три минуты. Но мозг перекрывать не будут нам месяц уже. Предлагаю ужаться. У нас три минуты. Я хочу сказать, что как обладатели украинских паспортов... Про Красносельский. Что? Еще про Красносельский. Вот. Значит, паспорт, украинский паспорт в рейтинге силы паспортов переместился с 50-й на 32-ю позицию. В связи с безвизом теперь 119 стран доступно. Вместо 85 до этого. И, собственно, уже там 32-е место. Это круто. А Россия 41-я. 106 стран. Это не победа, но это движение. Я достаю из широких штанин. Ну, кого как. Поскольку у нас немного времени, я очень сжато скажу. Сегодня, буквально сегодня, к нам в редакцию звонят зрители по поводу памятника архитектору Красносельскому. Разрушен памятник практически на куски. Разобрали его вандалы. Я знаю, что там есть обращение в горсовет по поводу выделения денег на реконструкцию. И вот, если есть такое обращение, что с ним делать? Я, в принципе, просто хочу это обращение... К депутат. Да. Ну, как депутат городского совета. Я хотел бы, чтобы до следующей сети, но в ближайшее время у меня тоже оказалось это обращение на руках. Я просто его озвучу в сессионном зале и попрошу, чтобы мэр города взял ситуацию под контроль. Потому что в этом году... Сто тысяч гривен нужно на ремонт. Говорят, это небольшая сумма. Сто сорок лет Красносельскому. Это выдающийся архитектор. Он много оставил в нашем городе памятников. Ну, включая, например, тот же дворец Ильича. Я думаю, что мы решим эту ситуацию. А если не будет обращения, но все равно... А если не будет обращения, да. Если бы у меня нет этого обращения. Ну, чтобы я не плавал в конкретных, так сказать, вещах. Давай я напишу обращение. Напиши, ты же житель города. Да. Напиши обращение. Ну, я думаю, что если наш зритель просил нас сегодня поднять эту тему... Нет, я не веду, чтобы у людей было понятно, что вот они обратились к депутату и депутату... Если вы нас смотрите, уважаемый зритель, вот позвоните и, может быть, есть у вас уже готовая бумага, которую можно вот народному депутату, городскому депутату, простите, повысило. Я это сделаю искренне, от всей души, конечно же. Да, да. Ну что, будем заканчивать, потому что на какую-то вот большую тему времени у нас уже нет. Евгений в прошлой программе анонсировал прогноз погоды. Ой, говорят, похолодание. Будет страшное похолодание, говорят. Я прогноз погоды? Ну, там когда-то это весну, там Соловьев там анонсировал. Это было позапрошлое до того, как... Может быть, ты знаешь, когда весна вернется. Мне такая нравится, но многие жалуются. Я не знаю, для меня главная весна... Ну, а себе нравится? Мне нравится оставляем. У меня главная весна, это находится в одном месте, которое находится в стороне немножко от поджелудочной, ниже гортани. Оно называется сердцем, от чего и всем желаю. Вы решили мною запомнить оставшееся время? Нету на серьезную новость. На самом деле запах... В общем, чтобы не замерзли. Очень хочется контрольный пакет акаций. Вот что касается бизнеса, потому что действительно сейчас золотые денечки. Я хочу сказать, выходите на улицу, потому что по информации не из ВКонтакте. Сейчас липы начнутся. Сейчас контрольный пакет акаций уже выкуплен. Но лип на поля и прячьтесь, прячьтесь. А потом прячьтесь. А сейчас липовые инвесторы появятся. Все, на сегодня все. И начнет пахнуть липа. Спасибо за внимание. Доживем до следующего понедельника. Будем вас ждать. До свидания. Всего доброго. Инсайдерская информация говорит о том, что эти руки ничего не крали. Три собеседника не было, если там есть бенкин, то другой собеседник не раздал. Продолжение следует.